Девушки отдыхают Девушки отдыхают Причем новшество этого года Ну, марафонский тап Это включает в себя такую вещь Как без сервиса И можно делать только все Своими руками Либо помощь непосредственно участников Этого марафонского дня А в нынешнем году Это еще более интересное новшество Что нельзя делать по приезду автомобиль То есть автомобиль по приезду Сразу ставится в закрытый парк И возможность с ним заниматься Только исключительно за 15 минут До своего времени старта Либо после старта За счет своего времени Непосредственно гоночного Действительно, ремонт и починка В этом году осуществляются Только за счет времени Проведенном непосредственно На спецучастке И в отличие от трех предыдущих дней Конечно же, сегодня участникам Выпала честь сортовать гораздо раньше И в отличие от трех предыдущих дней Сегодня выглянуло солнышко Которое немножечко пригрело трассу Расчистило ее Ну, а что касается серьезных высот Конечно, мы к ним еще вернемся Об этом говорили непосредственно участники И вот интересный момент На который правильно указал Антон Это покрышки Маркированные покрышки Какое количество разрешено брать с собой Участникам различных зачетов? Ну, каждый может брать для себя сколько угодно Есть понимание минимум Которое обязано быть на борту автомобиля То есть у продакшена это одно запасное колесо У супер продакшена это два Дальше, насколько возможно в машину положить колес На марафонские дни Каждый из участников берет их по максимуму Потому что хотелось бы иметь хотя бы один комплект На замену после первого дня Но в основном это три колеса У всех топовых команд сейчас Которые выступают на Дакаре Это три колеса Ну, а нам показывают кадры вчерашнего дня Немножечко поговорим о засчете грузовиков Где пока доминируют голландцы Вчера небольшие проблемы были у Эдуарда Николаева Который после старта в одном из поворотов Немножечко съехал в Канаву И ему помогал Андрей Коргинов Вытаскивал его Об этом рассказывал Айрат Мардеев Ну и вот в результате все-таки удалось избежать тех проблем Которые были со временем Изначально говорилось о том, что Айрат Мардеев проигрывает на каком-то из участков порядка 30 минут Сейчас же все в порядке Это была ошибка непосредственной системы Накануне Айрат Мардеев в итоге никакие полчаса не проиграл Отставание было порядка двух-трех минут Ну а теперь о категории мотоциклов Где неожиданное лидерство по итогам вчерашнего спецучастка захватил словак Штефан Свитко Не ожидал я Хотел попасть в тройку сильнейших на Дакаре Но о лидерстве не мечтал Победителем вчерашнего спецучастка был провозглашен 28-летний аргентинец Дебютант этого Дакара Кевин Бенавидос Который воспользовался штрафом Который получил Боредо Борд за превышение скорости Итак, условия марафонского этапа Как правильно сказал Антон Требуют маркировки покрышек Чтобы никто из участников не был улечен в нечестной игре Мы рассматриваем марафонский этап как один По этой причине мы решили ввести запрет на замену покрышек Мы маркировали накануне покрышки у мотоциклистов и квадроциклистов Они могут менять колеса только на Леозоне Но не в закрытом парке Это настоящий закрытый парк Докасаться до мотоцикла запрещено Так что предстоит пройти два этапа Ну, по сути, на одном и том же комплекте Либо у ведущих гонщиков заводских команд Есть возможность обратиться за помощью к своим водовозам Которые могут поделиться колесом Ну, это такая традиционная практика Сегодня участники должны были столкнуться с первой серьезной навигацией Как обещали организаторы Когда поднимутся в горы, то они окажутся на плато вокруг провинции Кухуй Обычные марафонские этапы стартуют гораздо раньше, чем обычно И мотоциклисты очень рады возможности покинуть мокрые палатки и спальники Мы видели, во что превратился вчерашний бивуак Лило действительно как из ведра Все вспоминали прошлогоднюю сальту Ну и получили возможность проехаться по все-таки высохшим дорогам Ключевые сегодня слова Это скорость и бережное отношение к резине И мы видим, что сегодня Бореда Борт вновь выглядел очень здорово Сегодня он показал лучший результат Но на дорожной секции вновь превысил скорость, как и накануне Вновь испанцы лишили победы на спецучастке и выписали штраф На этот раз в 5 минут В итоге первое место отошло Паулу Гонкалвишу Которому завтра предстоит открывать спецучасток Сегодня португалец допустил ошибку в навигации в конце этапа Когда трассы стали более сложными Но в целом Гонкалвиш смотрелся весьма неплохо И ему на помощь пришел Кевин Бенавидос Он помог португальцу найти правильный путь Сегодня аргентинец, дебютирующий на Дакаре, показал третий результат Две секунды он уступил другому португальцу Лидеру Хускварне Мнирубено Фари Давайте послушаем Бенавидоса В конце этапа Паулу сел не на хвост И мы вместе пришли на финиш Спецучасток мне понравился Очень скоростная первая часть И более техничная вторая Еще один новичок Хонды Рикки Брабец Победитель различных бах В 2014 году он привык гоняться по равнинам 24-летний гонщик рад, что перед ним стоит новая цель Сегодня он показал девятый результат А в общем за счете расположился на 17 месте Высота сказывалась на работе двигателя Так что с утра я выглядел немного медлительным Но затем раскатился Этап получился быстрым, пыльным Сравнивая с предыдущими спецучастками Я показал хороший результат С мотоциклом все в порядке Сегодня марафонский спецучасток Завтра мы возьмем обратный курс И будем гнать вплоть до подиума Не повезло чемпиону мира в классе эндуро Пьеру Александру Рене Примерно на 400-м километре француз упал В результате получил легкое сотрясение Которое привело к потере сознания Гонщика на вертолете отправили в госпиталь Для него дебютный Дакар завершен В повороте незадолго до финиша Я нашла его лежащим без сознания Я была напугана Но спустя 3-4 минуты он пришел в себя Нам пришлось ждать вертолета В целом день сложился неплохо Если бы не это падение Пьера Говорит Лая Санс Которая пришла на помощь французскому гонщику Ну вот накануне мы обсуждали с Антоном Роль женщин на Дакаре Ну вот мы видим, что и девушки Спасают, спасают Таких же, как и они Итак, Антуан Мео Показал неплохой накануне Третий результат Сегодня он был шестым Ну а Тоби Прайс решил все свои проблемы с GPS Которые преследовали его на третьем спецучатке И сегодня неплохой результат С 13-й позиции на старте Он поднялся на пятую Хотя и уступил Ганкалвишу достаточно много 4 минуты Что же касается Рубена Фария То у него возникли накануне проблемы Не хватило топлива практически до финиша Поэтому ему последние километры пришлось ехать На скорости 50 км в час Но сегодня он сумел подняться на вторую ступень Педестала почета Учитывая штраф Хуана Бореды Борте Фария сумел на 2 секунды Опередить Бенавидоца Ну и Матиас Валкнер Также представляющий КТМ Выглядел сегодня неплохо Хотя и у него также были проблемы Давайте послушаем Валкнера Чем он был огорчен Я немного огорчен Так как пока не могу понять Где я мог проиграть 5 минут Я всегда сверял скорость GPS Возможно я упустил что-то На данный момент у меня нет ответа На интересующий меня вопрос Итак, Гонкалвич, Бенавидос, Бореда, Борт Если говорить о спецучастке Свитка Нет, прошу прощения Это у нас была классификация В общем зачете Гонкалвич, Бенавидос, Фария Бореда, Борт, Мео, Прайс Нет, вы знаете, Бенавидос в итоге все-таки сумел опередить Фарио И между ними расстояние порядка 40 секунд Так что какие-то определенные изменения В результаты этапа были внесены Ну а в общем зачете Гонкалвич опережает Бенавидоса на 4.26 Бореда, Борт 5.26 И Свитка у нас опускается на четвертое место Хотя совсем недавно Словак был лидером Ну а вот Мео говорит о том, что пришлось попыхтеть напрямых Когда представители Хонды ехали намного быстрее меня И было предупреждение о лимите скорости на Леозоне У меня GPS заклинило на скорости 50 км в час И на такой скорости я проехал последние 35 км Приехал в Бивуак очень поздно Ну а что касается Сергея Корякина Зачета квадроциклов То сегодня победителем этапа стал Маркос Патронелли Который побеждал на Дакаре в 2012 и в 2013 годах Игнасио Касали сегодня был третьим И что касается Сергея Корякина То не без проблем Пришлось сегодня стартовать Вновь проблемы с Иритраком Показал россиянин 12 результат Ну а в общем зачете идет на 10 Субтитры создавал DimaTorzok